Здравствуйте. Следующий урок — расширение типового функционала компонента. Файлы result modifier, компонент epilogue и параметры. Мы подошли к важнейшему уроку. Очень часто возникает такая ситуация, когда реализация того или иного функционала не может быть произведена через типовой компонент. Поэтому начинающий разработчик принимает решение изменять типовой компонент, не скопировав его в свой namespace. И это неправильное решение. Правильное решение — кастомизировать свой компонент, копировав его в свое пространство. Это правильный путь, но есть соответствующие минусы. Количество компонентов плодится, необходимы ресурсы на поддержку каждого из них. И новому разработчику нужно будет сначала найти, в чем же заключалась доработка стандартного компонента. Для расширения типовых компонентов есть специальный механизм, это использование файлов ResultModifier, компонент Epilog и Parameters в шаблоне компонента. Давайте создадим файлы ResultModifier и компонент Epilog в шаблоне списка элементов новостей нашего комплексного компонента. И рассмотрим структуру подключения этих файлов в логике компонента. Переходим в шаблон и создаем файлы. Откроем template.php и давайте сделаем print чего-нибудь. Например, наименование страницы, template и время. и также tagbr. Сделаем то же самое в файлах company.depilog и result.modifier. Также для наглядности давайте откроем логику компонента. компонент PHP, компоненты NewsList и давайте сделаем print в самом начале компонента. и в конце. Здесь мы видим, используется return, поэтому давайте добавим вывод здесь и перед return. Сохраняем. Давайте посмотрим. Итак, мы видим первую надпись component1. Это надпись в самом начале компонента. Далее идет result, получение файла ResultModifier, template, сам шаблон, component.epilog и далее надпись component2. Стоит обратить внимание на то, что result и template файлы шаблона подключаются в начале, а file component.epilog потом. Все дело в том, что file component.epilog подключается после исполнения шаблона. Давайте также обратим внимание на то, что после подключения шаблона в логике компонента, после метода include component.template, идет также определенная логика и только затем мы получаем наш вывод. Обратим внимание на работу файлов ResultModifier и component.epilog при включенном кэше. Давайте сбросим кэше на странице. Мы видим, что время работы всех файлов сейчас одинаковое. Давайте перезагрузим страницу с использованием кэша. Видим, что поменялось время в файле component.php и в файле component.epilog. Это связано с тем, что file ResultModifier и template.php при наличии актуального кэша не отрабатываются. Мы показывали это на примере установки заголовка в файле template.php. Давайте проделаем ту же самую операцию. Установим заголовок в файле ResultModifier. Обновим кэш. Увидим, что у нас установился заголовок из ResultModifier. А теперь перезагрузим страницу с использованием кэша. Заголовок стал прежним. Давайте проделаем то же самое действие для файла component.epilog. Сбросим кэш. Мы видим, что заголовок устанавливается. И обновим страницу с использованием кэша. Заголовок также установился. Это показывает то, что файл component.epilog работает вне зависимости от наличия актуального кэша. Обратим внимание на некоторую особенность. Мы знаем, что файл component.epilog подключается сразу же после шаблона. В нашем случае шаблон включается в функции includeComponentTemplate и сразу же после нее идет некоторый код. Функции, которые используются в файле component.epilog, могут быть переопределены этим кодом. В частности, давайте продемонстрируем это на примере функции setTitle. Включим опцию установка заголовка в настройках компонента. Сохраняем. И мы видим, что заголовок переопределился. Все дело в том, что после вызова шаблона в этом коде используется та же самая функция setTitle. Поэтому при разработке шаблона вы должны принимать во внимание тот функционал, который идет после подключения шаблона. Продолжение следует... Продолжение следует...